Давайте напишем нашу первую программу на баш. Для этого нам потребуется любой текстовый редактор, например, я буду использовать Vim. Я назвал эту программу myfirstscript.sh. Можно обратить внимание, что все программы на баш обычно заканчиваются расширением .sh. Кроме того, программа на баш обычно называется скриптами или сценариями, а сам баш скриптовым или сценарным языком. В эту программу мы запишем всего две строчки. Первая, которая начинается с решетки висательного знака, называется шибамка. Она характерна не только для скриптов на баш, но и для многих других скриптов. И указывает на то, какую программу нужно вызвать, чтобы запустить этот скрипт, если это скрипт исполняемый. То есть, если у него есть свойство x исполняемости. Здесь пишется полный путь до этой программы. В данном случае это //bin//bash. На своем компьютере вы можете узнать путь до баша при помощи команды vich. Вторая строчка — это обычная команда bash, которая выполняет следующие действия. Она выводит на экран то, что передали ей в качестве аргумента. В данном случае она выведет на экран строчку hello, world в сайтный знак. Далее мы сохраняем этот файл. Делаем программу исполняемой при помощи Gmod Plus X. И запускаем, как обычно, например, //myfirstscript.sh. Давайте посмотрим в терминале, как это работает. Я создал программу с именем script1.sh. Перейду в режим ставки и запишу туда команду, которую мы только что изучили. Обратите внимание, что я добавил пустую строчку, их можно добавить и больше. Баш никак их интерпретировать не будет. Сохраняем изменения, делаем скрипт исполняемым и запускаем его. Мы видим, что он выполнил простейшее действие, вывел на экран ту строчку, которую мы его и просили вывести. Обратите внимание, что скрипт можно запустить не только сделав его исполняемым, но, например, передав его напрямую интерпретатору bash. То есть, выполнив bash, script1.sh. Можно даже не указывать здесь точку слэш, это обычный путь до файла, он может быть любым. Все три запуска абсолютно эквивалентны. Давайте теперь посмотрим на чуть более сложную программу, которая называется script2.sh. Поскольку мы выяснили, что мы уже немного знакомы с bash, то мы на самом деле знакомы и с командами bash, потому что он понимает стандартные cd, pwd, ls и практически все, что мы изучили до этого. Например, данный скрипт сначала напечатает строчку going to home, потом перейдет в домашнюю территорию, напечатает абсолютный путь до нее и выведет ее содержимое. Давайте попробуем запустить его. Итак, мы выведем строчку. Переход при помощи cd ничто не вывел на экран, но мы, view или pwd, понимаем, что находимся в домашней территории, а дальше, согласно, вывел содержимое. Однако обратите внимание, что мы сейчас находимся все еще в нашей территории скриптинг. Хотя в скрипте перехода обратно не было. Дело в том, что когда мы запускаем скрипт, то он выполняется в своей оболочке, в данном случае оболочке bash, если мы укажем в первой строчке sh, то он запустится в sh. И выполнен в своей оболочке, проделал все необходимые действия, он из нее выходит. Поэтому, например, команды перехода никак не отразятся на ту оболочку, из которой мы скрипт запустили. Ну, например, если мы создадим при помощи touch или mkdir директорию или файлов для скрипта, то, естественно, они создадутся во всех оболочках, потому что они создаются не в оболочке, а на диске компьютера. Продолжение следует...